Мы зашли каждый в свою квартиру, посмотрели, дали ключи. 26 декабря мы здесь кушали, значит, у нас был, здесь был Сабантуй такой, праздничек такой. День, когда впервые увидел готовую свою квартиру, Александр Довлатов запомнил очень хорошо и в деталях. Ждать сдачу дома ему пришлось долгих пять лет. В какой-то момент он даже потерял надежду вообще когда-либо вселиться на улицу Сормовскую в Краснодаре. Дом, как-то, был построен всего на 60% за пять лет и за три месяца остальные 40%. Вот так вот. Потому что с видом он был вроде как готов, но внутри там лифты, электричество, отопление, это все, этого всего не было. Как и сотни других покупателей квадратных метров в жилом комплексе «Форт Карасун», он оказался обманут. Заморозили строительство без объяснения причин. Долгие судебные разбирательства и, как итог, банкротство строительной компании. Чтобы доделать последний корпус и ввести его в строй, пришлось привлекать бюджетные средства. Из фонда защиты прав дольщиков на завершение работ выделили 135 миллионов рублей. Быстро началось все достраиваться, очень быстро. Конкурсный управляющий появился. В России не у всех так хорошо все получается. Я знаю, люди до сих пор по 20 лет ждут. Именно в Краснодарском крае, одном из первых регионов, начали открыто говорить о проблеме дольщиков. Усилиями краевой власти и силовых ведомств удалось добиться главного – остановить появление новых проблемных объектов. С прошлого года их число стремительно пошло на убыль. И это видно даже по встречам дольщиков с губернатором. В зале хватило мест всем. В реестре осталось 275 объектов, и в этом году их станет еще меньше. По словам Вениамина Кондратьева, для решения этой задачи есть и поддержка федерального правительства, и отлаженная работа краевого фонда. По итогам прошлого года мы были активны и добились результата. Конечно, здесь в первую очередь совместная была работа. Я хочу сказать, что без позиции прокурора, такой жесткой принципиальной позиции, вы бы, наверное, не слишком много сделали. Сделали, но не так много. Задачу прошлого года, я считаю, мы ее выполнили. 49 домов сданы в эксплуатацию. Примерно около 10 тысяч, даже чуть больше, обманутых дольщиков получили свое жилье. В этом году мы ставим планку практически в два раза больше, это 113 домов. И важно, чтобы мы тоже дошли до этого результата. Мы уже просто более подготовлены к решению этой проблемы. И понимание, самое главное, понимание, как их достраивать, как решать проблему. Такие встречи – уникальная возможность для дольщиков напрямую обратиться и к местной власти, и к краевой, и к представителям правоохранительных органов. Сергей Табельский, прокурор края, выслушав доклады глав районов и вопросы дольщиков, посоветовал закрепить за каждым проблемным объектом конкретных должностных лиц, которые будут вести недострои. Где ответственность-то? Ставьте из заместителей, из начальников департамента, важно, не важно, в этом направлении ответственность, чтобы он следил, чтобы кто-то. Понятно, у вас дел много у головы, и вы за всем не следите. Но должен быть человек, который отслеживал. Вот почему за месяц идет на Сан Саныч здесь, в бумаге, там месяц. Давайте за две недели, да. Скажем, нужно сделать две недели в ускоренном порядке, значит, подготовить документы к банкротству. Проблемы у дольщиков есть не только в краевой столице. На собрании присутствовали и сочинцы, и жители Новороссийска, и Анапы. В курортных городах ситуация осложняется поиском компенсационной земли для инвесторов. Вам же принципиально важно, чтобы вы квартиры получили. То есть, каким способом мы пойдем, это не столь важно. Да, просто у нас есть дольщики, которые намерены подать ископое заявление. Только через неделю, через неделю. Коллеги, опять-таки, есть вещи, где я прекрасно понимаю, они подстегиваются за интересантами. В том числе строительным бизнесом, который увидели земельный участок красивый и ликвидный. Они вас вперед выдвигают, не идите вперед и пробивайте участок. Но вы будете умнее. Потом они за счет вас, у них маржа будет, знаете, какая, там, тысячу процентов. Потому что они вам отдадут, там, сколько у вас человек. А дальше этот массив застрой, они озолотятся. Они озолотятся. Но вы-то не будьте разменной монетой. Есть, да, привлекательность у этого дома? У этого нет. Потому что из 354, а квартир 290 проданы практически. Значит, месяц сроку и по ним в том числе дайте. Либо рассмотрите вопрос комиссионного участка, только покажите мне, что и что к чему. Либо все-таки фонд. Либо фонд. Мы зашли в фонд. Но еще раз подчеркнуваю, за сроки. За месяц дайте мне понимание, для меня и для них, каким путем мы пойдем. Вот я хочу, что не меньше, чтобы было принято решение. В планах на этот год завершить 113 домов. Это даст возможность передать ключи от 14 тысяч квартир их законным владельцам. И с привлечением инвесторов, и на средства федерального и краевого фондов, и на собственные средства ранее заморозивших стройки компаний. С таким количеством инструментов главное не остановиться. Ваш алгоритм работает. Структурные единицы ваши выполняют поставленную задачу. Это так. На данном этапе сейчас у нас есть положительный результат. Мы очень рады. Безусловно. Я говорю, как есть. И также благодарна Сергею Владимировичу. Он сохранил наше имущество на объекте. Головокружение от успехов быть не должно. Ведь даже по уже достроенным объектам иногда возникают проблемы. Где-то с межеванием земельных участков, где-то с коммуникациями. Глава региона занимает жесткую позицию. Проблемные объекты надо вести до конца. Я просто все хорошо не расслабляться. Это касается коллег. Мне нужно глубинное погружение в конкретный алгоритм по конкретным объектам. То есть мне нужен временной фарватер. Я не говорю конкретно временной срок. Фарватер хотя бы. Диапазон 3 недели, месяц, максимум 2 месяца. Но понимание по каждому дому, что мы будем делать, должно быть у каждого. Тем более, если не привлекательный дом, фонд. Все. И есть теперь и этот выход. Тогда что мешает нам в понимании прозрачности и в алгоритме наших действий? Ничего не мешает. Надо принять решение, набрать в рот воздуха и сказать, вот здесь нет привлекательности, бесполезно. Идем в фонд. Документы в фонд поданы. Вот там нужна поддержка. Все. Я ее максимально буду вам оказывать. Все понимают, что закрыть проблему обманутых дольщиков получится только совместными усилиями. Важно, чтобы сами пострадавшие граждане шли навстречу и относились с пониманием. Главное, что проблемы, которые не решались годами, с мертвой точки сдвинулись. Результат от совместного обсуждения есть. Теперь такие совещания по поручению губернатора будут проводиться ежемесячно. До тех пор, пока последний из 275 домов не будет сдан. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.